всем привет сегодня я продолжаю цикл видео посвященных переносу тонировки с одного изображения на другое у меня уже на канале есть подобное видео в данном видео я переношу тонировку с цветного изображения и после выхода этого видео я стал получать много комментариев и вопросов по поводу того что у людей не получается переносить цвета с одной фотографии на другое хочу еще раз пояснить это метод не переноса цветов переноса тонировки это несколько разные вещи тонировка это некий паразитный цвет который присутствует на фотографии именно его мы и переносим вот в данном случае поразительным цветом является светло-коричневый именно его я и распространяю на свои фотографии то есть это перенос тонировки для того чтобы перенести цвет определенный необходимый цвет с одной фотографии на другую для этого нужен нужно применять другой метод который я описываю других своих роликах вот например вот в этом ролике я переношу переношу цвет вот тут я переношу совершенно специфический свет свет с одной фотографии на другую в конце концов вот так вот у меня это получается есть еще одно видео где я более подробно касаясь метода переноса цвета в данном случае копирует цвет кожи но прежде чем я подхожу к копированию кожи я объясняю метод достаточно подробно на других фотографиях сначала на простых примерах потом рассказываю более сложные варианты переноса вот в частности я подгоняю цвет кожи поэтому не путайте эти вещи перенос цвета и перенос тонировки сегодня же я буду тонировать вот это изображение в интернете есть интересный экшен стоит он 4 доллара этот экшен перекрашивает изображение черно-белое изображение делает фотографию черно-белой и перекрашивает ее вот в такие вот в такую тонировочку черно-белую тонировку вот чтобы не платить 4 доллара за этот экшен я покажу вам как это делается как перенести вот эту тонировку на свою черно-белую фотографию и заодно запишем экшен и так вернемся к нашей фотографии я уже скопировал вот это изображение вставил его photoshop и поместил его рядом со своей фотографией для того чтобы мне было удобнее заниматься переносом цвета и так собственно метод добавляем корректировочные кривые поверх вот этого изображения левое изображение мы не трогаем я беру пипетку черного цвета еще на фотографии самый темный участок пользуюсь для этого панелью info и вот самый темный участок видимо вот где-то здесь расположен я это понимаю по по значениям лап в канале л там сейчас циферка 11 это это пожалуй самый самый темный участок в нашей фотографии и так я тыкаюсь по этой точке вот так вот фотография потеряла свою тонировку беру белую пипеточку нахожу самый яркий участок этот скорее всего вот этот блик 84 здесь 90 вот пожалуй здесь и ткнусь вот так что же я сделал своими действиями сейчас я фотографию вернул в исходный черно-белый цвет соответственно корректировочные кривые у меня изменились они сейчас содержат информацию о нашей тонировки то есть если я сейчас возьму и в каждом канале инвертирую наше значение покрываем смотрите что я делаю я беру и меняю значение тогда то есть до моих манипуляций кривая в красном канале было можно сказать диаметрально противоположный то есть я ее инвертировал я точки поставил на противоположные места и так еще раз вот зеленый канал я отмечаю точку тут их две вижу что здесь написано 30 и 0 я меняю местами 0 и 30 подхожу к другой точке вижу что здесь 230 250 ставлю сюда 250 сюда 230 на осталось поменять синий канал 215 255 так 44 00 а сюда 44 так а вот здесь уже 215 255 255 215 вот так и так я инвертировал кривые которыми восстановил изображение и для того чтобы применить эти кривые к моему изображению которые находятся слева я кладу эти кривые поверх изображения нажимаю alt и применяю эти кривые именно к этому изображению таким образом я воздействую только на левое изображение теми кривыми а правая часть у меня остается неизменной и так как вы видите тонировка у меня перенеслась но контраста изображения не хватает немножко поэтому я оставляю мастер кривую и еще самый темный участок уже в моем изображение опять же ориентируясь на значениях лап и так примерно это ну наверно тут итак заметьте на мастер кривой появилась точка и я эту точку сдвигаю вниз тем самым затемняю темные участки еще сильнее так сейчас я еще самые светлые часток изображение это вот можно это взять беру его и тащу вверх осветляю так я добавил контраст изображения достаточный контраст которого не хватало и так ну мы видим что перенес я изображаю перенес тонировку недостаточно точно то есть в правом изображении у нас несколько более выражен синий оттенок в тенях поэтому я собираюсь сейчас немножко подправить мои кривые иду в синий канал отмечаю точку в тенях и поднимаю чуть повыше так и в светах чуть пониже делаю потому что чуть повыше немножко задеваю зеленый канал так совсем небольшие правки в нашу возможно еще красный канал чуть подправлю ну вот так ну вот изображение слева меня полностью устраивает вот такие кривые у нас получились с помощью этих кривых сейчас можно тонировать любое черно-белое изображение вот в эти цвета и не платить 4 доллара за экшен который нам предлагают данный сайт и так попробуем затонировать с помощью этих кривых какое-нибудь другое изображение другой фотографии так сейчас я подберу так ну вот и вот такую мою фотографию еще возьмем для начала я эту свою фотографию переведу в черно-белый цвет то есть поставлю корректирующие кривые точнее корректирующий слой который переводит в черно-белое так ну и возьму кривые которые я только что сделал и кину прямо поверх этого изображения опять же контраста немножко не достает поэтому темную точку я сдвигаю еще ниже вот так вот так получилось получается все замечательно вот таким вот образом конечно можно еще немножко доводить кривые которые у нас получились то есть в данном случае я вижу что контраст слишком сильные черную точку можно приподнять вот так то есть вот так более аутентично получается теперь у меня есть кривые для того чтобы тонировать черно-белое изображение в такой цвет спасибо за внимание экшен мы с вами запишем в следующем видео я выложу его в свободный доступ можно будет его скачать пока тренируйтесь сами спасибо за внимание всего доброго до новых встреч пока я я я Продолжение следует...